К другим темам. Голубое топливо придет в поселок Горный и села Бугатак Ильних от Агучинского района. В рамках программы газификации Новосибирской области специалисты ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод от газораспределительной станции «Заря». Речь идет о почти шести котельных и сотнях домов. Рассказывает Станислав Блинов. Контрольная прессовка прошла положительно. Даю разрешение на пуск газа открыть задвижку номер один. В 2019 году в рамках программы газификации регионов России ПАО «Газпром» специалисты «Газпром» газораспределения «Томск» ввели в эксплуатацию газопроводы в Барабинском и Татарском районах. Это позволило обеспечить газоснабжение четырех населенных пунктов. На постройку межпоселкового газопровода в Тагучинском районе ушло полтора года. Применены современные технологии. Газопровод межпоселковый из полиэтилена. То есть полиэтиленовый газопровод требует меньших затракт на эксплуатацию, не требует защиты от электрохимических орудий. Проверяем давление на входе. Давление на входе 0,1 мегапаскаля. Пункт учета расхода газа. Длина межпоселкового газопровода 38 километров. Диаметр труб от 300 миллиметров. Перед вводом в эксплуатацию газопровод прошел контрольное испытание давлением воздуха. И во время пуска проверку проходят все возможные места утечки газа. Сейчас в данный момент происходит вытеснение воздуха из газопровода. На конечной точке у нас имеется прибор, при помощи которого определяют наличие кислорода в смеси метана. В программе газификации регионов России ПАО «Газпром» Новосибирская область участвует с 2005 года. За это время в реализацию программы «Газпром» в регионе инвестировал больше 8,5 миллиардов рублей. На эти деньги построено почти 1300 километров газопроводов. Сегодня созданы условия для газификации еще трех населенных пунктов. Бугатак, Лениха и Горный. А это более 1800 домов, котельные, социальные объекты. Для помощи жителям, которые хотят подключить свои дома к газоснабжению, в поселке Горный открыто подразделение «Газпром» газораспределения «Томск». Станислав Блинов, Алексей Погодин. Новости ОТС.